Мы рады приветствовать вас в Мастерской Музея Победы. Сегодня мы вместе с вами изготовим декоративную тематическую тарелку из глины с росписью пароход. Для этого нам понадобится трафарет из бумаги, скалка, самозатвердевающая глина, ее можно приобрести в любом магазине для творчества, деревянные направляющие для ограничения толщины глиняного пласта, предметы с заостренным кончиком, шило или деревянная шпажка, кисть для раскрашивания, губка, а также акриловые краски для керамики ваших любимых цветов, которые также можно приобрести в магазине для творчества, а еще акриловый лак для придания блеска нашему изделию. Итак, приступим к изготовлению нашей декоративной тарелки. Формируем из глины шарик и раскатываем при помощи скалки до нужной толщины. Толщина раскатанного пласта должна составлять не менее 1 см, чтобы на изделии не образовалось трещин. Для этого используем деревянные направляющие для ограничения толщины. Затем берем бумажный трафарет подходящего диаметра, накладываем на раскатанный пласт глины и острым предметом вырезаем форму нашей будущей тарелки. Затем формируем бортик тарелки. Влажной губкой разглаживаем дно и бортик тарелки и затираем неровности. Приступаем к нанесению рисунка на изделие. Для этого нам понадобится предмет с заостренным наконечником. Тематика рисунка может быть абсолютно любой, фантазируйте. Ну а сегодня мы с вами нарисуем пароход. После нанесения рисунка готовую тарелку оставляем до полного высыхания при комнатной температуре примерно на 2 дня. Наше изделие высохло и теперь его можно покрывать акриловыми красками. После нанесения краски изделие снова оставляем сохнуть при комнатной температуре на пару дней. Финальным этапом будет нанесение лака для придания блеска нашему изделию. Декоративная тарелка из глины с росписью пароход готова. Благодарим за внимание и ждем вас снова в Мастерской Музея Победы. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok